пессимисты обычно правы но именно оптимисты меняют мир по своей природе я оптимист не могу сказать точное это воспитание или привычка выработанная с годами я очень много смеюсь улыбаюсь где-то может быть даже без повода и возможно даже кого-то это раздражает но это я сегодня суббота и я пришла в офис но как ни странно не работать а именно побыть тишине почитать пописать и это очень приятное чувство когда я пришла сюда не работать а именно вот как of co-working такой для себя я сижу и снимаю прямо напротив камер это так странно потому что мне сказали что здесь нельзя снимать но я все-таки такая ну я же ничего особо не делаю хотел сказать что я все написала очень короткий список своих целей на 2018 год хотя сперва я думала может не стоит это делать потому что очень часто я не реализовываю то что пишу я открыла свой прошлогодний список и очень мало чего я сделала но в этот раз я просто выбрала самое главное и будут над этим работать покажи что ты такое творишь что-то девушка вас целовала скажем тост я это на ютуб выкладываю и и в как это Миша выпил сока, опьянел. Тихо, мама, не мешай. Субтитры сделал DimaTorzok Миша, мне тоже в 9 лет на этой квартире первый раз налили шампанское. Я прям помню. А возможно нас как Мишу обманывали. Я очень люблю читать большие книги, потому что ты привязываешься к героям, очень вникаешь в историю, и оно становится как будто твоим каким-то маленьким миром в голове. Особенно люблю то чувство, когда ты делал перерыв пару дней, скучал по героям, и вот выдалось время почитать. Я не вижу это чувство, когда я не могу определиться с секундой дня. И мне такая хочется оставить две, но нужно сделать выбор. Я еще смонтировала одиннадцатый месяц для видео одна секунда в день. И я решила пересмотреть старые месяца. Я не знаю, просто мне настолько грустно и радостно, что какие-то из них были настолько крутые и запоминающиеся. И я все это могу сейчас посмотреть. И в который раз я вижу, как быстро летит время. И его не остановить, и оно просто пролетает. И какие-то люди появляются в жизни и исчезают. Я не знаю, это настолько прекрасно и настолько грустно. Так вот весь твой год жизни просто помещается вот на эту ленту, видео. Целый год. Я уже достаточно долго читаю комментарии про то, почему вы иногда их не оставляете, как давно вы меня смотрите, кто тут старичок. Когда так много каких-то историй, и понимаешь, что человек тебя уже давно знает, что-то о тебе запоминает. Это очень приятно, потому что ты чувствуешь вот эту реальность в людях, которые тебя смотрят. Это так же, как вот встречать зрителей вживую. Пока ты их не увидишь вживую, ты тоже как-то не осознаешь, что тебя смотрят реальные люди. И они, правда, к тебе очень с добротой и теплом относятся. В общем, спасибо вам. А еще я прочитала нереально крутой комментарий, который, блин, меня так обрадовал. Есть девушка, американка, и она учит русский язык. Живет в Америке. И она смотрит мой канал и, ну, как бы, учит русский язык благодаря, даже чуть-чуть благодаря моим видео. И мне кажется, это так круто, что кто-то в Америке смотрит русский YouTube на русском языке. Я недавно думала, что, наверное, таких людей нет, но вот просто живое доказательство. Не то, чтобы это было прям открытием для меня, но все так любят Мишу. Я не знаю, кому я больше ревную. Мишу к вам или вас к Мише. Место, где учился мой старший брат и родители. Это самые элитные общаги в Минске. Принадлежат они БГУ, Белорусскому государственному университету. Они самые новые, и их строили к чемпионату мира по хоккею. Крутые. Моя любимая станция метро в Минске — это Петровщина, потому что там есть звезды. И бываю я здесь только, когда иду на каток. Вот он, мой любимый каток в Минске. Здесь дешор по фигурному катанию на коньках. Единственный минус — это то, что вход на каток здесь, а кассы туда. Мой первый каток в этом году, и я решила не брать с собой камеру, потому что боюсь ее разбить, но телефон я не боюсь разбить, поэтому я стреляю. В воскресенье вечер, и на самом деле очень много людей, и я все время боюсь, что меня кто-то собьет. На меня ехал мальчик, и я его отпихнула, потому что я не хотела падать сама, и он упал. Каток — это всегда замечательная идея, очень хорошее настроение после него всегда. И сейчас, когда зимы снаружи нет вообще, внутри катка, ты видишь лед, какой-то мороз, ну, такой холод, и очень приятное чувство как будто праздника, зимы, вот все вместе. У меня есть свои коньки, и я не знаю, почему я так редко хожу даже в зимний сезон, хотя мне это доставляет такое удовольствие. В этот раз я себе обещаю, что каждую неделю оставшиеся два месяца зимы я буду ходить на каток и учиться кататься. Каждый раз, когда я прихожу на каток, я понимаю, что я хочу, чтобы моя дочка, если она у меня будет, пошла заниматься фигурным катанием. И, знаете, часто говорят, что родители своих детей отдают в те секции, которые сами бы хотели ходить в детстве. Как нереализованная мечта, она переходит в детей обычно. И вот это реально не то, что мечта, но я просто, когда выросла, скажем так, поняла, что фигурное катание — это, наверное, самый красивый вид спорта, с моей точки зрения. И, ну, я бы очень хотела сама заниматься, но я просто понимаю, что это бред, это уже очень поздно и так далее. Но мне так нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok